Интеррадио для вас 7 дней в неделю Добрый день, приветствуем всех, кто нас сегодня слушает, кто нас сегодня смотрит в прямом эфире Приглашаем вас на эту передачу Как уже было объявлено, можете позвонить нам по телефону 429-7635 для того, чтобы задать вопросы Или позвонить после эфира по телефону 916-601-1244 В начале передачи мы всегда молимся для того, чтобы Господь благословил ход этого служения Господь, мы благодарны Тебе за милость и любовь Благодарны Тебе за то, что даешь время, за то, что оставил нам слово Благодарны Тебе за Духа Святого, который сегодня открывает нам истину того, что Ты оставил на земле Благодарим Тебя, Господь, за эту благодать Благословит эту передачу и всех, кто в ней будет участвовать Все это просим для славы Твоей и во имя Иисуса Христа. Аминь Аминь. Да, действительно, слава Богу, Рома О чем мы сегодня будем разговаривать или говорить? Какое у нас сегодня направление? Сегодня мы поговорим о победителях О тех, которые прибегают к финишу первыми Не просто стартанули и где-то потерялись А вот именно сделали свой первый шаг Побежали, разогнались и прибежали к финишу Совершили свое поприще, добежали до конца И добежали победителями Не отставшими победителями То есть сегодня речь пойдет о победителях Зачем об этом разговаривать? Зачем об этом говорить? Зачем об этом говорить? Зачем вообще нужно об этом знать? Ну, существует несколько таких мест в Священном Писании Которые говорят о победе О том, что ожидает победителя Давайте, конечно, от этого толкнемся Потому что люди думают Ну, я буду дома сидеть Закрою в своей комнате Ни с кем воевать не буду Зачем мне побеждать? Как-нибудь попаду в Царство Небесное Не обязательно первым Может быть, в хвостике Последним в очереди Ну, зато попаду Давайте мы прочитаем о побеждающих Вот хотелось бы задать вопрос Перед тем, как мы начнем Рома, бежит людей много всегда, да? Толпа бежит Или Восемь человек бежит Или Ну Ну, приходит все-таки один первый Вот У нас, когда подходит разговор о духовных вещах Могут ли быть все победителями? Или кому пожелается? Или кому хочется быть? Посчастливиться, да? Посчастливиться Или только, скажем Одному или двум человекам Которые заберут там золото и серебро И все Дело в том, что каждый бежит на своей дороге Путь-то узкий И бежит там один человек в одиночку Вот Вот именно не ползет, не идет А должен бежать Бежать для того, чтобы получить То есть у каждого своя дорога У каждого своя высота Каждый бежит со своей скоростью Это не говорит о том, что все бегут одинаково Но человек должен работать по максимуму Написано Покажите вере вашей Приложите все старание То есть максимально Максимально Существует очень много соблазнов В мире, которые говорят Расслабься Зачем тебе все старание прилагать? Вот тебе достаточно в собрание сходить Достаточно прочитать Достаточно помолиться А остальное время Расслабься Живи Наслаждайся жизнью То есть вот человек уже Не прилагает максимум усилий Там он может терпеть поражение Ну давайте прочитаем Несколько моментов Будем читать из книги Откровения Вторая глава и третья глава Выборочно Седьмой стих Побеждающему дам вкушать От дерева жизни Которое посреди рая Одиннадцатый стих Побеждающий не потерпит Вреда от второй смерти Семнадцатый стих Побеждающему дам вкушать Сокровенную манну И дам ему белый камень Двадцатый стих Кто побеждает и соблюдает Дела мои до конца Тому дам власть Над язычниками И будут пасти их Жезлом железным Как сосуды глиняные Не сокрушаться Как я получил Господь говорит Я получил власть Отца моего И дам ему звезду утреннюю Речи это победителя Третья глава Пятый стих Побеждающий облечется В белые одежды И не изглажу имени Его из книги жизни И исповедую имя Его пред отцом Моим и перед ангелами Его Двенадцатый стих Побеждающего сделаю Столпом в храме Бога моего И уже И он уже не выйдет вон И напишу на нем Имя Бога моего Имя града Бога моего Нового Иерусалима Нисходящего с неба От Бога моего И имя мое новое Двадцать первый стих Побеждающему дам Сесть со мною На престоле моем Как и я победил И сел с отцом моим На престоле его Вот из этого всего перечня Мы не увидели Ни одного стиха Который говорит о том Что человек Старался Но не победил Пытался Но не победил Мечтал Но не победил Молился Но не победил Речь идет о завершенном Результате Побеждающий Не один раз победил А побеждающий Постоянно побеждающий Постоянно наступающий И имеющий успех Вот это очень важный момент Не победивший Однажды Скажем Человек покаялся Первый шаг сделал Победил Переступил первую черту Побеждающий Значит постоянно Постоянно побеждающий Каждый день Побеждающий Ну а что нам необходимо побеждать Да В чем же В принципе Заключается победа Ну это конечно Не война Между Национальностями Не война Между странами Между республиками Между Людьми То есть война Не физического характера Война идет На уровне мысли На уровне духа На территории Нашего сердца Второе послание Коринфянам Десятая главе Сказано так Ибо мы ходя во плоти То есть физически Не по плоти воинствуем Не физически воюем Оружия воинствования Нашего Не плотские Но сильные Богом На разрушение твердынь Ими не спровергаем Замыслы И всякое превозношение Восстающее против Познания Божья И пленяем Всякое помышление В послушании Христу Вот в принципе Если так сказать Самари Это вот Экстракт Нашей победы В чем заключается победа Человек воюет За познание истины Воюет Именно война идет Почему война Потому что Духи нечистые Мысли Искушения Плоть Грех Сатана Все направлены Все сосредоточены На том Чтобы человека Сбить с толку Чтобы его остановить Чтобы не Разрушить в нем Веру Чтобы разрушить желание Чтобы у человека Руки опустились В конце концов Чтобы человек Не получал Знания о Боге То есть цель поставлена Чтобы задавить человека И чтобы он сдался Получается Да Чтобы человек Остановился на пути Познания Если человек Остановился По каким-либо причинам То ли он говорит Что памяти нету То ли говорит Что силы нету То ли здоровья нету То ли Времени нету То ли Ну вот разные причины И вот Та причина Которую он Называет Это является Стратегия Сатаны Чтобы его уловить То есть человек Попался на этом Ну например Человек говорит Я бы изучал Писание Но нету Времени Времени нету Значит сатана Забрал время Не дает ему Человек говорит Я бы изучал Писание Но дети Мне мешают Написано Кто возлюбит Христа Больше детей Тот не достоин Христа Значит человек Попался На семье На детях На близких Если человек Говорит Ну там работа Ну забота Ну суета Ну не важно Что У каждого Каждый может попасться На своем У каждого Свой идол Есть Если человек Тормозит Останавливается И не познает Христа Значит он Проиграл Значит он Потерпел Потерпел Поражение Именно в этой области То есть борьба идет На уровне мысли На уровне духа Для того чтобы Человека остановить В познании истины Почему Нужно остановить Человека В познании истины Почему такая цель стоит А потому что В этом смысл жизни Христос говорит Когда молится Это мы читаем В Евангелии Иоанна 17 глава Вот Христос молится И говорит так что Да знают тебя То есть он к отцу Обращается Ибо в этом есть жизнь Вечная То есть жизнь вечная В знании Отца Небесного Вот прямая речь Иисуса Христа То есть для того Чтобы нам Иметь жизнь вечную Нужно знать Отца Небесного Знать это Узнавать Не просто я однажды Узнал что Бог Живет на небе И на этом точка Вот когда я узнал Я согласился Я поверил Я получил Скажем Я продвинулся На один шаг Я победил Ну только на один шаг Дальше На следующий день Я должен опять Что-то узнавать И опять узнавать И опять узнавать Для того чтобы Побеждать И для того чтобы Иметь жизнь вечную Иногда люди ставят Такой вопрос Можно ли потерять спасение Ну вообще-то вопрос Некорректный В Писании Писание нигде не ставит Так вопрос Потеряешь Потеряешь Спасение Не потеряешь Спасение Поэтому мы на него Отвечать не будем А ответим на следующий вопрос Можно ли жизнь Вечную потерять Конечно можно Об этом мы читаем Ну очень часто И густо Можно потерять Вечную жизнь И она Например Евангелие 15 глава Речь идет о лозе Веточках Веточка Перестала приносить Плод Что с ней происходит Отец Отрезает Бросает В огонь И такие веточки Сгорают Если живете По плоти Написано Умрете Это смерть Духовная Это не физическая Хотя физическая будет Все говорит Хорошо Если только Начатую жизнь Сохраним до конца Жизнь нужно хранить Ребенок родился В этот мир Вот родился ребенок Скажем Ну какого-то числа И все празднуют День рождения А потом ребенок Допустим Умер Не говорят Ребенок потерял День рождения Ребенок жизнь потерял Жизнь не лишился Ну по разным причинам Заболел Авария какая-то Или просто Перестали кормить Если ребенка Перестают кормить То в конце концов Он умрет Смерть Смерть Не от того Что он не родился Да он родился Все нормально было Но потом он перестал Перестал регулярно питаться Здоровой пищей Поэтому наступила смерть Вот то же самое происходит И с христианином Если он когда-то Скажем в своей жизни Сделал первый шаг Победу Покаялся Уверовал То ему не нужно останавливаться Апостол Павел пишет Как вы приняли Христа Так и ходите в нем Не просто живите И сидите И отдыхайте А вот именно движение Должно быть духовное Вот духовное движение Это получается От познания Когда человек познает Все больше и больше От этого происходит Какой-то процесс Что человек получает силу Или как это вообще работает Христос говорит слова Которые я говорю Есть дух И жизнь Для того чтобы жить Нужно Для того чтобы иметь Духовную жизнь Вечную жизнь Необходимо питаться Словом А вот здесь Как раз таки Сатана И препятствует Он ставит человеку Всевозможные Западни Соблазны Лишает его Времени Лишает его Здравого рассудка Человек говорит А не нужно это делать Ну например Возьмем такую вещь Каждый человек Каждый верующий Здоровый верующий Имеется ввиду Есть конечно дети Они нуждаются В мягкой пище Там молочко За ними нужен уход Духовные дети Младенцы Но когда человек подрастает Ему необходимо Откровение Знание Личное познание Бога Есть такая категория Людей Верующих Которые боятся Откровения И возникает вопрос Как этот человек Боится откровения Христос сказал Придет Дух Дух Святой И вам откроет Мое слово Он научит Он наставит Он покажет Он поведет А человек боится Боится водительства Духа Святого Вот и возникает вопрос Какая может быть В этом человеке жизнь Если он Не получает откровения То есть Получается Что человек Может И можно сказать Должен Получать Откровения Которые Это практическая жизнь Практический Практический пример Как использовать Слово Написанное В своей жизни Ну вот Христос говорил Ученикам Такие слова Ешьте мою плоть И пейте мою кровь И мы знаем Что в тот момент 70 учеников Отошли Они соблазнились Они неправильно Поняли Христа Христос Сказал слово Они взяли Буквальный смысл И этот буквальный смысл Ну просто у них Не укладывался В сознании Христос Не имел в виду Чтобы есть Его физическое тело И пить Физическую кровь Он говорил О духовных вещах Но люди Не поняли Ученики Даже не поняли То есть Не получили Откровения Не получили знания Не получили Вот Разъяснения Духовного смысла Не получили И что произошло Они ушли от Христа Таким образом Если человек Читает Писание Читает Библию И не получает Откровения Он уходит от Христа Он уходит Он не может быть Вместе с Ним Потому что Христос говорит Мои слова Дух и жизнь Дух и жизнь Нужно понимать Нужно Откровения для этого Получать Для этого Бог послал Духа Святого Чтобы нам знать Дарованное от Него Чтобы знать Чтобы жить Не просто Пополнять Свои там Духовные знания Или там Человек что-то узнал Я вот пойду Кому-то что-то докажу Нет Это жизнь наша Это пища Это питание Христос говорит слова Я говорит Моя пища Творить волю Отца Каким образом Он же ее понимал И потом делал Значит Прежде чем у нас Будет пища Нам нужно ее понимать Видеть Поэтому Когда мы читаем Писание Мы видим Очень много слов Таких как Нужно копать Углубляться Растворять Разжевывать Вникать Изучать И так далее Если верующий Этим не занимается То он проиграл Духовную борьбу Он поражен Его наверное Уже в плен Увели А может уже И жизнь вечную Потерял Здесь вопрос уже Как долго Человек не получал Откровения Как долго Человек не питался Духовной пищей Как долго Духовный человек Внутренне Уже там Страдает Без еды Без пищи Без воды То есть Это является Как бы Индикатором Если человек Не занимается Словом Не занимается Вот этим Углублением Размышлением О слове То как правило Жизни там нет Опять таки Есть исключения Для новообращенных Которые еще Младенцы Они еще не знают Это те люди Которые не сведущи В писании Им нужно объяснить Их нужно наставить Поэтому они Нуждаются в учителях В душепопечителях Вот человек только Покаялся Вот первое время Он еще Он еще не знает Поэтому люди Вокруг в церкви Должны их Им помогать Должны Обращать на них Внимание И поддерживать Духовно Потому что Они еще не знают Они не способны Сами копать Младенец Ему нужно молочко Они нуждаются В учителях Которые Растолкуют Разжуют Пищу Для того Чтобы она легко Усвоилась Но человек Который Скажем уже 5-10 лет Ходит в собрание Но это уже Не младенец Это уже Человек подросший Он должен Сам уже Зарабатывать пищу Он должен Сам воевать Отвоевывать Территорию Для того Чтобы жить Духовно Вот как раз Мы начали Разговорить Что человек Должен сам Как-то Подходить Как-то Смотреть Есть ли Духовные советы Для того Чтобы Побеждать Чтобы находиться Вот в таком Состоянии Победителя Ну да Так как мы Прочитали Что побеждающий Наследует И там идет Целый перечень Вот Непобеждающих Там нет Непобеждающий Не будет Иметь жизни Вечной Не войдет В Иерусалим Не получит Камень И так далее Все что Прочитано было В откровении 2-3 глава Человек Непобеждающий Не получит То есть Он может Уже Сегодня Знать Что он В жизнь Вечную Не попадает Почему Так говорит Писание Там речь идет Только о побеждающих Если человек Проигрывает Постоянно Систематически И не заботится О том Чтобы Побеждать Чтобы что-то Изменить В своей жизни Понятно Что не всегда Мы Выигрываем Но Есть Допустим Человек Постоянно Проигрывает Постоянно Проигрывает И не знает В чем же причина Есть человек Когда вы Когда-то Выигрывает Когда-то Проигрывает Есть моменты В жизни Я даже думаю Есть такое Больше Как человек Не то что Проигрывает Ой Опять Проиграл Опять Проиграл А уже Жить В таком состоянии Это как Правило жизни Если человек Живет В постоянном Поражении Конечно Он теряет Вечную жизнь Уже Да Уже Не есть Такого Важность Выигрывать Или проигрывать Мне кажется Даже никто Не думает Об этом Если Ну если Никто Не думает А зачем Тогда ему Жизнь Вечная Вообще Ну да То есть Речь идет Сейчас О серьезных Людях Понятно Что не всем Это нужно Понятно Что многие Верующие Просто Ходят В собрания И они Не заинтересованы В жизнь Вечную Попасть Не заинтересованы Почему Они не задают Вопрос Они не знают Как туда попасть Они не знают Дороги Они не знают Что им нужно Делать Им сказали Выходите В церковь Молитесь Ложите на тарелку И все И вы попадете В царство небесное Но это же Заблуждение Это же Христос Об этом Не говорил Апостолы Не учили А вот то Что мы читаем Должен человек Побеждать Вот Это Если человек Хочет попасть К Христу Он должен Верить В его слово Ну как Насчет Тех советов Да Один из моментов На который мы можем Обратить внимание Очень яркий Это Грех Который Человек Сделал И который Человек Держит Не хочет С ним расстаться То есть Грех Осознанный Грех Любимый Грех Вот такой Спрятанный Внутри Об этом Мы можем Прочитать В книге Иисуса Навина 7 глава Речь идет Об Ахане Очень известная История Когда Ахан взял Из заклятого Спрятал У себя И народ Израильский На следующий день Или через время Пошли на Маленький город И потерпели Поражение То есть Речь идет Об обетованной Земле Которую Израиль Должен Завоевывать Сегодня Речь идет Об обетовании Христа Которые Мы должны Завоевывать Обетований Много Кто-то Говорит Что их 200 Кто-то Говорит Что 2000 Кто-то Насчитал 8000 Обетований Обетований Много Пусть даже Их будет 100 Знаем ли Мы 100 Обетований Можем ли Мы пользоваться Хотя бы Вот этими Обетованиями Их очень много В Писании Они есть Но для того Чтобы ими Воспользоваться Их нужно узнать Получить откровение И соответственно Иметь веру То есть Если мы Узнаем Что-то Со слова И это Является Обетованием Мы имеем Право Подойти И взять Это Себе Конечно Ты можешь Получить Только то На что Ты имеешь Веру Если веры Нет Ты получить Не можешь Потому что Ну только По вере Все работает Без веры И Богу Угодить Невозможно И получить Ничего Невозможно 7 глава 10 стих Книги Иисуса Навина Господь Сказал Иисусу Встань Для чего Ты пал На лицо Твое Израиль Согрешил И приступили Они завет Мой Который Я завещал Им И взяли Из заклятого И украли И утаили И положили Между своими Вещами Зато Сыны Израилевы Не могли Устоять Пред врагами Своими И обратил Ты врагам Своим Ибо Они Подпали Заклятию Не буду Более С вами Если не Истребите И среды Вашей Заклятого Вот интересно Такие Категоричные Слова Бог говорит Я не буду Более С вами О какой победе Может идти речь Больше не будет победы До тех пор Пока человек Не освободится От заклятого Пошли в Ерихон Хану понравилось Золото Понравилась одежда Понравилось то Что заклято Как сегодня Мы можем Это применить К нашей жизни Мы живем В мире Который вращается Или держится На трех осях Похоть очей Похоть плоти И гордость житейская Вот эти три кита На которых держится Этот мир То есть Вот вокруг этого Все вращается Похоть плоти И огромный спектр Это может быть Интернет Это телевизор Это телефон Это книги Это увлечение Это мода Это музыка Это пища Это всякие Непотребства И так далее И тому подобное Похоть очей Человеку хочется Все смотреть Никак он не насытится И смотреть И смотреть И смотреть И смотреть То есть Когда человек Определили люди Когда человек смотрит Допустим Фильм После каких-то Я уже не помню 15 или 20 минут Мозг включается На автопилот Вот И уже не фильтрует Все что там показывается Без тормозов Без цензуры Попадает Прямо в сердце То есть Человек смотрит И уже не фильтрует Да я решил Посмотреть там фильм А что в этом плохого Ну может быть В фильме Ничего плохого и нет Если конечно Он там поставлен На христианской тематике А если Не на христианской тематике Что-то там должно быть То есть Какая-то Подспутная Такая вот Невидимая Мысль Там есть Поэтому нужно Бодрствовать Если человек Решился Смотреть фильм Ну откройте Библию Посмотрите Чтобы Надо фильтровать А точно ли это так Я такое слышал Или читал где-то Не помню Но одного Продюсера Здесь в Голливуде Спросили Чем является Его секрет Потому что Фильмы выпускает Он Которые фильмы Он выпускал Они были очень Как бы Ну интересные И делали много денег И говорит В чем является Твой секрет Он говорит Я Горит Взял Семь Вот этих Грехов Которые Горит В Библии Да Семь самых Горит Плохих Ну как Грехов Самых Важных И говорит По ним строю Все фильмы И обязательно Какие-то элементы Туда Использую Да Там объедение Скажем Или еще Какие-то Грехи Я обязательно Их Туда вставляю И люди Говорят Смотрят Им это Очень интересно Ну конечно Потому что Плоть Плоть Требует Греха Она питается Грехами Ей интересно Всякий разврат Всякое непотребство Ей интересно То есть Внутри человека Вот существует Такая Ненасытная Плоть Которая Постоянно Требует Почему У человека Не будем говорить Верующий Или неверующий Разницы нет Плоть у человека Есть И она его тянет Постоянно На грех Тянет На какие-то Преступления У верующего человека Есть возможность Освободиться От власти Этой плоти Плоть Остается Но она теряет Власть То есть Те же самые грехи Присутствуют Или на те же самые Человек грехи Может смотреть Но внутренняя реакция У него будет Как у свободного Допустим Есть люди Которые страдают От алкогольной Зависимости Есть люди Которые приходят В магазин Смотрят на спиртное И вообще Как-то равнодушны Их это не берет Их даже не привлекает Они даже не замечают Что там спиртное стоит То есть Вот они Свободны Но для того Чтобы получить Тому зависимому человеку С такую свободу Как у других Необходимо применить Духовное оружие Победить То есть Господь дает силу Господь дает оружие И можно иметь Такую же свободу То есть Господь Когда освобождает То человек Находясь в этом мире Чувствует себя свободно Да Грехи есть Там 7 Или 27 Но они уже На него не действуют Они его не порабощают Вот в этом есть Свобода И Господь дает Такую свободу Итак возвращаемся К Израилю Который терпел поражение Причина была в том Что они сделали грех И Господь сказал Я более с вами не буду Вы будете иметь поражение До тех пор не буду с вами Пока не истребите И дальше мы читаем 15 стих Господь укажет этого человека Вот И нужно будет его сжечь Его И все что у него За то что он приступил Завет Господень Смотрите Когда человек согрешил То Писание нам говорит Отношение К греху Не просто Ой Господи Если ты что-то найдешь То прости Вот такое отношение Лицемерное Такое отношение Не искреннее Но когда Вот человек говорит Господи Если я Где-то Вдруг согрешил То ты сам Найди этот грех И как-то его Убери А здесь мы видим Что нужно было проводить По коленам По семействам По членам До тех пор Пока Господь не укажет Вот это семейство Вот этот человек Согрешил Вот здесь возникает вопрос Насколько мы Серьезно можем Проверять свое сердце Или готовы Проверять свое сердце Если я постоянно Проигрываю в духовной войне Хорошо Я проигрываю Заинтересован ли я Узнать причину Почему же я все-таки Проигрываю Почему я не имею Откровения Почему я не слышу голоса Почему нет победы Почему нет роста Почему Если я хочу узнать Я буду проводить Свою жизнь Через духовный рентген Скажем Сектор за сектором Жизнь Допустим Рабочая Жизнь семейная Жизнь моя Отдельная Один на один Жизнь в школе Жизнь на дороге Жизнь там Жизнь там И если я заинтересован узнать И найти грех Который меня запинает Ну Господь обязательно укажет Укажет Совесть обличает Раз И если я вдруг Не могу распознать Свою совесть То проводя свою жизнь По частям Я обязательно определю А иначе Господь Говорит А как же вы узнаете То есть у нас есть Возможность Определить грех И в чем проблема Таким образом Если человек испытывает Постоянно духовное поражение Если он испытывает Постоянно Проблему В своем духовном росте Если он читает Слово И не понимает Духовного смысла Если он ограничивается Только буквальным Значением То человек Жизнь человека В опасности В опасности Вот читаем Римлянам 8.13 Ибо если живете По плоти То есть в постоянном Грехе Человек грешит Грешит Он вроде бы как кается Но в чем покаяние Покаяние тогда Когда человек Знает грех И знает рецепт Как от него избавиться Не просто Господи прости Понимаете Мы сегодня покаяние Часто заменяем Прощением Человек говорит Покаялся Покаялся Это развернулся Покаялся Это он больше этого не делает Покаялся Он пошел в обратную сторону А когда человек согрешил И только просит прощения Но жизнь не меняется Это не есть покаяние Слово покаяние Это греческое слово Метаноя Это перемена мышления Это перемена мышления Поменялось ли у человека Мышление по отношению К греху Или просто его совесть Судит Что он в очередной раз согрешил В церкви плохо Перед Богом плохо Господи прости А как насчет перемены Сознания Как насчет перемены Сердца Произошла ли перемена Если перемены нет Покаяния нет Поэтому человек Ну просит прощения Покаяния-то нет Поэтому для того Чтобы человеку измениться Как мы прочитали Необходимо сжечь Этот грех То есть Уже никакого следа Не должно остаться Оторвать Отрезать И освободиться Написано Глаз соблазняет Глаз нужно отрезать Рука соблазняет Руку отрезать Нога соблазняет Ногу отрезать Ну хотя бы уже Человек калечен Но в царство небесное попадет Чем с двумя ногами С хорошей прической С обеими ушами Попадает в гиену огненную Вот тут мы должны Разобраться Каждый из нас Где мы идем Побеждаем мы Или проигрываем Прочитаем еще одно место И будем заканчивать 1 Иоанна 5.4 Ибо всякий Рожденный от Бога Побеждает мир И сия победа Победившая мир Вера ваша Вера Вот если есть вера Будет победа А вера будет тогда Когда мы понимаем Слово Не понимаем Слово Ну понимаем только По букве Победы не будет Будет разочарование Когда понимаем По духу Тогда будет победа Когда понимаем Внутренний смысл Духовный смысл Получаем откровение Дух Святой Нас наставляет Ведет Назидает Вот тогда будет победа Тогда будет жизнь Время передачи Наше подошло к концу Остается нам только Пожелать всем Вооружиться И вести активную Духовную борьбу Для того чтобы побеждать Для того чтобы В конце концов Попасть в Царство Небесное Попасть в Иерусалим Иметь жизнь вечную Питаться от духовного стола И быть с Богом Аминь Хотелось бы Объявить нашу Контактную информацию После эфира Служение нашей церкви Проходит по адресу 1511 Делуэр Авеню В Сакраменто В воскресенье в час дня И во вторник В 7 вечера У нас разбор слова Где мы углубляемся Чтобы была Духовная победа Телефон после эфира 916-601-1244 916-601-1244 Наша передача подошла к концу Для вас ее подготовили Провели Роман Пальников И Василий Савченко До следующей встречи С Богом Входите тесными вратами